В летнее время в Анапе многократно возрастает нагрузка на объекты жизнеобеспечения. Сегодня остро стоит проблема аварийных отключений электроэнергии. Главная претензия к энергетикам – отсутствие эффективного взаимодействия с городскими службами. Информация об отключениях, о сроках проводимых восстановительных работ искажается. Выезжать на место аварии на сетях и приступать к ее ликвидации ремонтные бригады должны незамедлительно, потребовал глава Анапы. Руководитель должен обосновать, почему в течение 10-12 часов не начинают ремонтные работы. Вот вчера такая ситуация была по Пейнерскому проспекту. На что? Ветер, дождь, зима, мороз, аллолед, погодные условия не позволяют. Или что? Не информируется должным образом население города-курорта. Энергетики держат людей в неведении о своей работе. Внимание к себе требует диспетчерская служба Анапских городских и районных сетей, на сотрудников которых поступает немало жалоб. Извини, значит, по стерилизации. Начальник Анапского филиала Кубанинерго Сергей Шевчук сообщил, что на большую мощность заменены трансформаторы на подстанциях Анапска и Пионерска. Ни одна из них сегодня не работает с перегрузкой. Трансформаторные подстанции, которые уже идут 6-10 на 0-4, имеются проблемные места, это по Витязево. Значит, запланирована замена трансформатора буквально 2-3 дня. Мы поменяем на улице Лермонтово. Сняла остроту вопроса с нехваткой энергомощностей установка подстанции в Пятихатках. Разработан проект по замене сетей в Джигинском сельском округе. Силами Анапского филиала меняется старая линия на Уташе. Главный инженер филиала ОАО НЕСК электросети Владимир Журавлев дополнил, что из-за сложности конкурсных процедур многие работы, запланированные предприятием на весну текущего года, были перенесены на осень. В том числе прокладка новых кабельных линий по улице Гребенской в станице Анапской. Всего в этом году энергетики НЕСК планируют протянуть 22 километра новых кабельных линий. Работаем каждый день. Техники достаточно, аварийного запаса достаточно. Мы выполняем достаточно серьезные ремонты. Где-то не хватает людей, привлекаем подрядчиков. По поручению главы будут проанализированы все инвестиционные программы, в рамках которых в течение последних трех лет шла модернизация электросетей. Это позволит судить об эффективности проведенных энергетиками мероприятий и их результативности. Второй темой заседания стала повышенная пожароопасность и меры, предпринимаемые для предотвращения лесных и ландшафтных пожаров. Самое главное, наверное, это профилактические работы, потому что причина всему человеческие факты. Если сегодня есть необходимость закрыть проезд через заповедник, то есть субботу перекрыть дорогу, давайте это делать. Только за два дня пожарные Анапы совершили 33 выезда на возгорание, доложил заместитель главы Олег Костенко. Ежедневно проводится мониторинг всей территории муниципального образования, в котором задействованы созданные в каждом сельском округе добровольные пожарные дружины. Ситуация находится под контролем. Тем не менее, если жаркая и сухая погода продержится более двух суток, будет рекомендовано ввести особый противопожарный режим. В итоговый протокол вошли все принятые комиссии решения и определены зоны ответственности всех служб и ведомств.